Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Обещанного 12 лет ждут. Обманутым дольщиком с Борисом Богатковым подарили надежду. Коммунальный ноу-хау новосибирских чиновников. Бетонируем сугробы и роем траншеи в минус 20. Желание сэкономить привело к войне с жильцами. Ростелеком обрастает жалобами. А теперь я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях дня. Старая сказка на новый лад. Примерно так можно охарактеризовать очередной виток обсуждений проблемы утилизации бытовых отходов в нашем регионе. Мусорная концессия, которую некоторые общественники окрестили аферой, не прошла во многом благодаря многочисленным акциям протеста. И решению в Рео губернатора Андрея Травникова. Что будет взамен, обсудили 20 декабря на округлом столе ЗАГС Собрания. Новый виток разговоров об утилизации мусора в нашем регионе начался вовсе не с заезженной пластинки о концессии двух сортировочных заводах. О них, конечно, тоже говорили и даже сообщали, что в Раздольном такого предприятия точно не будет. Площадку нашли на 15 километров дальше, ближе к Плотниково. Но первым делом нужно официально выбрать регионального оператора, который займется всем мусорным процессом. Главный претендент на этот пост поясняет, это необходимо по законодательству. На вопрос, будет ли оператор что-то делать с уже существующими переполненными свалками, ответ был таков. Если пропишут в конкурсной документации. Если это будет включено, значит это будет забота регионального оператора. Если нет, тогда только вновь образованные, за исключением тех, которые были поименованы. Именно оператор займется и концессиями, и тарифами, и новыми полигонами по всей области. Теперь мы будем все платить одному человеку, региональному оператору. Он ото всех будет собирать деньги. Как вы сегодня за капремонт платите? Хорошо это или плохо будут решать на многочисленных рабочих группах, организованных в Рио губернатора Травниковым. Также на них планируют усовершенствовать модель строительства заводов под Новосибирском. Сократить количество лет концессии, гарантированные доходы и обязательства инвестора. Ведь все это будет влиять на тариф. Окончательное решение глава региона поручил выработать до весны 2018 года. Президент России Владимир Путин предложил, начиная с 2018 года, упразднить практику так называемого долевого строительства. В одном только Новосибирске мы видим множество примеров обманутых дольщиков, которые заплатили деньги за еще не возведенные дома и не могут отпраздновать новоселье годами. Один из таких проблемных объектов расположен на улице Бориса Богаткова. Обещанного там ждут уже 12 лет. Эти дома на улице Бориса Богаткова, как и земля под ними, раньше принадлежали военному ведомству. Именно Минобороны возвело панельные многоэтажки и приступило к строительству еще одной – кирпичной. Но грянул кризис, и люди, заплатившие деньги за квартиры, так и не дождались новоселья. Они создали ЖСК, скинулись и нашли другого застройщика, но тоже неудачно. Привлекли компанию для завершения строительства, которое в течение двух лет на объекте, собственно, возвели только полтора этажа вот этой конструкции, ну и, собственно, далее расписали собственным бессилием. Долгострой за время простоя потерял надежность. Конструкции под угрозой обрушения. Выход дольщики искали вместе с городскими властями и, похоже, нашли. Новому застройщику выделили земельный участок, а тот взамен заселит людей в уже построенные квартиры в другом районе. В отношении этих дольщиков проблема будет решена. А застройщик здесь, разобрав этот дом, на этом месте будет по другой технологии, будет возведен жилой объект. Разрешение на строительство, оно действует. Между тем, еще десятки домов в Новосибирске являются проблемными. У каждого своя история, и далеко не все решается сразу. 27 дольщиков с Бориса Богаткова не дадут соврать. Они ждали 12 лет. Сугробы и 20-градусный мороз – вот, оказывается, идеальные условия для разрытия траншеи в частном секторе Калининского района. Как нам рассказали местные жители, работы по созданию канавы должны были проходить летом, но, нарушив все сроки, ответственные лица не нашли иного решения, кроме как нанять берстских рабочих и отправить их на раскопки зимой. Теперь люди всеми силами пытаются остановить безобразие и получить ответ на главный вопрос – зачем было доводить ситуацию до абсурда. Класть асфальт, ремонтировать теплотрассы и водопровод в зимнее время – это ставший традицией российский анекдот о логике профильных служб. Очередной подобный эпизод произошел в частном секторе на улице Советской Сибири. Утром в 20-градусный мороз прибыли рабочие с намерением прорыть траншеи и, что самое невероятное, зацементировать обочину. Началось все с того, что мэрия города в 2010 году решила сделать здесь дорогу. В итоге дорожное покрытие подняли на метр, покрыли щебенкой, засыпали канаву вдоль домов. Из-за этого на Советской Сибири начались круглогодичные наводнения. Людям ничего не оставалось, кроме как подать в суд. Все лето пристав штрафовала мэрию сначала на 50 тысяч, потом на 30 тысяч. И говорила, почему вы не исполняете решение суда. В решении суда прокопать водоотводные канавы по всей Советской Сибири и укрепить обочины дорог. Кончилось дело тем, что против недобросовестных исполнителей завели уголовное дело. И, по всей видимости, чиновники приняли решение срочно произвести все вышеуказанные работы. Но только не летом, как положено, а в разгар сибирской зимы. Мэрия наняла подрядчиков. Это СУ-40, которая находится в Берске, которую никто никогда не найдет. Вот они сегодня утром в 9 утра приехали, пригнали целую газель рабочих с лопатами. 7 человек сюда вышло и давай долбить вот эту землю, которая застыла. Она у них не долбится. Они сказали, мы приехали исполнять решение суда. Будем копать зимой канавы и цементировать. Жители частного сектора просят перенести ремонтные работы на подходящее время года, а не заниматься показным бетонированием сугробов и раскопками мерзлой земли. Подобные работы приведут только к очередному судебному разбирательству и усугубят без того плачевную ситуацию в жилой зоне. Заодно мы попробуем получить ответ от мэрии, почему история с дорогой и траншеями обернулась таким образом. До весны еще долго, однако сосульки около метра длиной уже свисают с карнизов крыш многоэтажек. Жители Пашино переживают. Чуть потеплеет, ледяные иглы полетят на головы пешеходам. Подробности далее. Оксана Гоголева проживает в доме второй год. Собственница жалуется на управляющую компанию, дескать, с уборкой снега проблемы. И вот сосульки уже в метр образовались, а сбить не могут. Женщина говорит, что неоднократно ходила к коммунальщикам, но безрезультатно. Зимой не делают ничего. Вот в этом году снега мало, так что у нас хоть проехать здесь, пройти можно. Вот, как бы, ну один раз, правда, был трактор, все здесь сгребали. Вот, это был раз. Ну, как бы и зимы еще немного. Вот, сосульки только весной. Снег с крыши скидывать будет весной. Это в конце марта, не раньше. Однако письменное заявление женщина в управляющей компании не оставила. А зря, бездействием, без веской на то причины работу обслуживающей организации не назовешь. На наше обращение руководство строймонтажа отреагировало и директор пояснила, что проблему устранят. Больших сосульок там нет точно. Крыши ветхие, требующие специальной техники. На данных домах сбиваются только вышкой. Кстати, вот сейчас мы предлагаем жителям подписать тарифы, где бы увеличилось количество спецтехники на данные дома. Но, к сожалению, все эти дома категорически против повышения тарифов. Но это очевидно. Жители и без того не могут понять, за что они платят. А здесь еще и повышение. Напрашиваются вопросы. Почему не делается ремонт ветхой кровли? Да и сосульки не такие уж маленькие. На глаз примерно от 50 сантиметров до метра. Упав на голову, особенно ребенку, без последствий не обойтись. А ограничительная лента висит не по нормам, без соответствующих отступов. Сосульки обещали убрать на следующей неделе. На всякий случай визит контролирующих органов не повредит. А гражданам следовало бы быть внимательнее с формами обращений и жалоб. Иногда кажется, что наука далека от нашей повседневной жизни. Разработки наших ученых порой вызывают у обывателей один и тот же вопрос. Как и где это может пригодиться? В Новосибирском научно-исследовательском институте электронных приборов на этот вопрос всегда найдут, что ответить. На умном производстве побывала наша съемочная группа. В Новосибирском НИИ электронных приборов большую часть производства показывать запрещено. Здесь выпускают современные технологичные комплектующие для российской армии. Но есть и гражданское производство. В старом гальваническом цехе, сохранившем атмосферу советских времен, делают различные покрытия для любых деталей. Никелирование, анодирование, цинкование, воронение, серебрение. Даже у нас есть золочение очень маленькое ванно, мы очень маленькие детали покрываем. На втором этаже современный цех гальваники, который пока еще не работает. Но головная боль у руководства завода другая. Экономические итоги года они называют печальными. Мы не допустили срыва сроков выполнения гособоронзаказа. Но объем наш упал, ну, ориентировочно от 20 до 25%. С одной стороны, оборонзаказов стало меньше, с другой государство поручило таким предприятиям до 2020 года производить военной и гражданской продукции в пропорции 50 на 50. Мэрия предлагает НИИ участвовать в программе «Умный город», то есть производители Новосибирска, электронные табло, указатели, переключатели светофоров и многое другое. Муниципалитет даже объявил, что институт уже приступил к реализации программы. Но на самом деле выделены только площади на предприятии, которые пока пустуют. Про проект «Умный город» мы только слышали. Мы присматриваемся к этому проекту и видим, что там без электроники не обойтись. И поэтому, чтобы получить какое-то конкретное задание, нам нужно работать с комплексником, кто будет вести вообще этот проект. Будущее проекта «Умный город» размыто, поскольку самого проекта по сути нет. И чтобы реализовать его на практике, нужные годы, считают ученые. Так что пока основная надежда по-прежнему на заказы Минобороны, которых, откровенно говоря, мало. Миллиарды рублей от государства и тысячи жалоб от недовольных клиентов. В такой ситуации оказался крупнейший оператор связи в России, одним из собственников которого является федеральное правительство. В последнее время к числу недовольных деятельностью компаний добавили жители домов, чьи общедомовое имущество использует эта фирма. Ситуацией разбирался Василий Акимов. Ростелекому в бурные 90-е практически за бесценок досталась большая часть инфраструктуры связи, построенной еще во времена СССР. В 2014 году именно Ростелеком государство выбрало единственным исполнителем программы устранения цифрового неравенства. Размер финансирования проекта за 10 лет должен составить до 168 миллиардов рублей. Свой вклад внесла и Новосибирская область. В этом году из областного бюджета планировалось выделить более 125 миллионов рублей. Казалось бы, с такими инвестициями от государства проблем у оператора связи должно быть минимум. По факту это далеко не так. Одна из сотен конфликтных точек только в нашем городе – дом по улице Курчатова, 11. Ростелеком повесил вот эти 100-килограммовые ящики, которые висят у нас над головой, и считает, что это норма. Что можно прийти в наш дом и, как слон в посудной лавке, разворотить щиток и засунуть туда кабель-канал. А у нас там приборы учета стоят. Кто позволил? Значит, они тарифы все время повышают. А нарушая наш внутренний вид подъезда и вешая оборудование, они считают, что это равносильно, что они ко мне вошли в дом, в квартиру и все вот это повешали. Попытки как-то договориться ни к чему не привели. Отнеслись нормально, а потом повернули все шиворот на выворот. И сказали, что вот вам тысяча рублей в год и достаточно для вас будет. Это будет плата вам за электроэнергию. Хорошо, я согласна за электроэнергию тысячи рублей. Ну, а тогда уберите оборудование с нашего дома. Миллиарды государственных денег на прокладку высокоскоростного интернета в удаленные села, при том, что даже в Новосибирске тысячи домов до сих пор пользуются устаревшими технологиями. Многомиллионы инвестиций Ростелекома в провалившиеся проекты вроде поисковой системы и браузера «Спутник». И при этом желание сэкономить на мелочах, бесплатно используя чужое имущество. До недавнего времени все сходило с рук. Но, похоже, ситуация меняется, и люди больше не готовы мириться с подобной несправедливостью. 20 декабря в этом году отмечается столетие органов безопасности России. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности. О том, с какими результатами к юбилею подошло управление ФСБ по Новосибирской области расскажет наш корреспондент. Ровно сто лет назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности во главе с Феликсом Дзержинским. С тех пор и начинается история отечественных органов безопасности. И уже через несколько месяцев, весной 1918 года, образован и Новониколаевский отдел обысков и арестов. За прошедшие годы сибирскими чекистами, новосибирскими контрразведчиками, сотрудниками органов безопасности пройден путь, неразделимый с историей российского государства. В современной России наши ФСБшники задерживали группы экстремистов, пример участников новосибирского Джамата, связанного с бан под полем Северного Кавказа. Лидеры и последователи праворадикалов, неонацистов, леорадикальных антифашистов, национал-социалистов, скинхедов и многих других привлечены к уголовной ответственности. Современные методы работы применяются в борьбе и с международным наркотрафиком. В Новосибирске занимаются весомые партии зелья трансграничных наркогруппировок. Реальной угрозой национальной безопасности стала коррупционная деятельность чиновников, представителей власти и должностных лиц. Счет выявленных за последние годы коррупционеров идет на сотни, а предотвращенного ущерба на миллиарды рублей. К примеру, совсем недавно заместитель руководителя управления Росрезерва Гарри Фуллин не стеснялся жить на широкую ногу совсем не на зарплату. Собрал он коллекции иномарок, дорогостоящих часов, огнестрельного и раритетного оружия, открыл многомиллионные счета в банке. Суду еще предстоит поставить точку в этом деле. Масштабные махинации с муниципальными квартирами в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска выявлены совместно с коллегами из полиции и многое другое. Сохранить и приумножить это достойное наследие – задача будущих поколений новосибирских чекистов. Удивительный факт – пожаров в Новосибирской области зимой происходит не меньше, а то и больше, чем летом. Ежедневно сводки пестрят сообщениями о сгоревших постройках, складах, дачах и жилых домах. Сложнее всего ситуация обстоит с частным сектором. В преддверии новогодних праздников изгораний стало значительно больше, и чиновники мэрии забили тревогу. Подробности далее. Резкое увеличение количества пожаров отмечают и специалисты МЧС и городские власти. Декабрь существенно испортил статистику возгораний. Во многом тому виной морозные дни, хотя у каждого ЧП своя история. Мы уже рассказывали о недавнем происшествии в частном секторе на улице Добролюбова, где в результате крупного пожара сгорели сразу три дома и четыре семьи остались без крыши над головой. Версии сразу четыре – поджог, неисправность печного отопления, замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем. Мы очень надеемся на то, что компетентные органы разберутся все. В материальном плане как-то, ну что, мы справимся. Справимся. В моральном плане, конечно, очень тяжело, потому что мы здесь все выросли, все пятеро детей. В преддверии праздников специалисты ГО и ЧС оптимизма не испытывают. Говорят, именно в новогодние каникулы новосибирцы, особенно жители частного сектора, зачастую теряют бдительность. Не обращают внимания на свою печь, не обращают внимания вообще на свою безопасность, не обращают внимания на состояние электропроводка, электрооборудования. Курят где придется, бросают бычки где придется. Вот результат, вот такие вот последствия, которые случаются практически каждый день. Плотная застройка Новосибирска, новогодние фейерверки, разгульная беспечность вполне могут привести к серьезным происшествиям. Власти призывают горожан быть осторожными и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Хотя до всех достучаться, увы, невозможно. Пожар, охвативший два балкона и одну квартиру, случился утром в многоэтажном жилом доме по адресу Титова-1 в Ленинском районе Новосибирска. Из-за чего случилось возгорание, где именно и были ли пострадавшие, расскажет наш корреспондент. Дом, известный тем, что в нем был когда-то магазин «Кристалл» довольно старый, а потому в нем живет много людей в преклонном возрасте. Вот и здесь проживает пожилая женщина, которая к тому же плохо слышит и говорит. Пожар случился этажом ниже, вакурат под ее квартирой. Хозяйка бабушка 86 лет. Да вы что, как она? Ну она, слава богу, перепуганная, но слава богу, горела этажом ниже, балкон загорелся. Ну пожарные вот тушили, так сказать, проливали тут, ну балкон загорелся и у нас уж там какой пожар был, наверное, что с четвертого этажа все это поднялось. Но квартира целая, окна только вот побили. Вполне возможно и балкон бы этот не пострадал так сильно, если б не был так захламлен. Теперь вот рабочий с риском для жизни прохожих и жители этого подъезда сбрасывали весь этот хлам вниз. Пожарная охрана возгорания в квартире на четвертом этаже узнала утром в 8 часов 42 минуты. Ликвидировать открытое горение удалось в 9.03. В 11 часов 10 минут пожар потушили. Затруднение отрушения данного пожара обусловлено было наличием большого количества припаркованных легковых автомобилей, которые не дали возможности оперативно выставить высотную технику. Вместе с этим при ликвидации данного пожара эвакуировались граждане, проживающие на верх лежащих этажах. Так было эвакуировано 11 человек. При этом 3 человека были спасены при помощи спасательных устройств. В этот раз обошлось без погибших и пострадавших. Причину возгорания в квартире, в которой на тот момент никого не было, эксперты пока не называют. На следующий день там будет работать пожарно-испытательная лаборатория. Но с большой долей вероятности уже сейчас можно говорить о том, что началось распространение огня из спальни. В Новосибирске продолжается рождественский фестиваль – одно из самых главных культурных мероприятий года. В рамках театрального марафона на сцене театра «Красный факел» состоялся спектакль «Колина сочинения». Дважды лауреат «Золотой маски», посвященный жизни людей с синдромом Дауна. «Колина сочинения» – это работа продюсерского центра «Конт-арт» из Петербурга. Драматическая история о мальчике с синдромом Дауна основана на произведении писателя Сергея Голышева. Книга – это откровенный опыт отца, воспитывающего особенного ребенка, который проходит путь от стадии шока, когда только узнает диагноз новорожденного мальчика, до принятия любви своего сына таким, какой он есть. Основной линией спектакля становится стихотворение шестилетнего Коли, в котором он говорит о своем путешествии к девочке Варе. Выражают особое отношение к миру необычного ребенка как и профессиональные актеры, так и куклы. Если говорить о том, как принимают зрители, то иногда люди говорят, что было боязно идти, потому что сложная тема, тяжелая тема, им кажется. Но когда они уже посмотрели спектакль, они меняют свое впечатление, потому что спектакль не столько о проблеме, он скорее такое воплощение того особенного мира, хрупкого, прекрасного. Спектакль увидели столичные зрители в рамках «Золотой маски», где Коля на сочинение завоевала две награды, воронежская публика на фестивале «Маршак» и жители Улан-Удэ в программе мероприятия «Путь кочевника» и теперь добрался до столицы Сибири. Организаторы уверены, что новосибирцам придется по душе зрелище, где с помощью крошечных кукол, профессиональной актерской игры, музыкального и видеосопровождения оживает поэтический мир ребенка, пусть не похожего на других, но также желающего любви, умеющего сострадать и, самое главное, мечтающего найти родственную душу. Детям с особенностями развития всегда требуется помощь взрослых и часто не только родных людей или педагогов. О том, что можно сделать для того, чтобы подарить таким ребятам настоящую новогоднюю сказку, в следующем сюжете. Россия – социальное государство. Этот статус прописан в Конституции, но на практике он практически никогда не выполнялся. То денег в бюджете не хватает, то совести у некоторых чиновников на помощь приходят различные благотворительные фонды, которые деньги на лечение собирают и праздники для особенных детей проводят. Один из них – организованный общественной организацией семей с детьми-инвалидами «Лучик света» прошел в центре Лукоморья. В этом году мы пошли на рекорд, у нас семь елок, больше почти 200 детей. Песня! Мы еще, кроме этого, праздников ходим к ним туда на развивающиеся занятия. Они какие-то бесплатные, какие-то намного дешевле, чем коммерческие организации. Праздники веселья всегда здорово и часто просто необходимы детям. Но канун Нового года еще и время подвести итоги года, в котором не всегда находилось место для радости. Около 400 детей помощь, адресная помощь была оказана. Была открыта сенсорная комната в коррекционном садике в Академгородке для ребятишек. Опять же, это наша гордость. Мы очень старались, очень делали. Все у нас получилось. Невзирая на кризис и на то, что с каждым годом помощь требуется все большему числу людей, благотворительные организации намерены продолжать свою очень нужную деятельность. Хотя и признают, что из нуждающихся уже выстраиваются целые очереди. А еще проводить вот такие веселые и красочные праздники. И все это благодаря помощи добрых людей, готовых делиться и помогать другим. На этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...